Ну что ж, добрый вечер, дамы и господа. Вас приветствует Центр Специалист Прим ГТУ Мини Баумана и я, Шульга Елена Александровна. И у нас сегодня с вами тема «А нужны ли тренинги soft skills?». И сначала я представлюсь, у нас всего на наш вебинар 40 минут. И давайте по порядку. Как я уже говорила, мне зовут Елена Александровна. В первую очередь я практик, бизнес-тренер с 15-летним опытом, сертифицированный коуч. И последние 15 лет в основном я специализируюсь на развитии руководителя различного уровня. Применяю коучинг, а коучинг – это тоже развитие soft skills. В Центре Специалист я веду 30 курсов. Если так посчитать, то примерно половина из этих курсов являются тренингами по развитию навыков soft skills. В настоящий момент у меня есть собственный бизнес. И могу сказать не понаслышке, что развитие навыков soft skills очень серьезно влияет на производительность труда любого человека. И даже на производительность, на улучшение качества жизни, даже просто в семье. Итак, о чем мы будем сегодня говорить за наш короткий вебинар? Какие у нас задачи? В первую очередь разобраться. Soft skills и hard skills. В чем разница? Часто этот вопрос задают, не все про это знают. Второй вопрос – что дает развитие soft skills? Потому что действительно бытует мнение, что hard skills – это, да, этим нужно заниматься, это нужно развивать. А вот soft skills как-то особняком стоит. И особенно руководящий состав порой совсем в эту сторону и не смотрит. То есть не развивается сам и не развивает свой персонал. Ну и я думаю, что мы обязательно сегодня по программе… Я хочу, чтобы мы немножко попрактиковались в развитии навыков soft skills. То небольшое упражнение в завершении, которое даст вам возможность прочувствовать, на себе прочувствовать, а что такое soft skills. Итак, soft skills и hard skills. В чем же разница? Soft skills – это с английского мягкие навыки или гибкие навыки. И soft skills позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности и направлений, в котором работает человек. Традиционно в психологии их относят к числу социальных навыков. Что это? Умение убеждать. Нужны ли нам в жизни? Это к вопросу, а нужно ли развивать soft skills. Находить подход к людям. Лидировать, когда это необходимо. Межличностные отношения и общение – это тоже soft skills. Ведение переговорных процессов, работа в команде, личностное развитие, управление временем, собственным временем, эрудированность, креативность и так далее. И заметим, что ни одно из множества перечисленных высших умений не относится только к конкретной специальности, только к ней. Ведь мы четко понимаем, что когда человек умеет находить подход к людям, то совершенно не важно, в какой он индустрии работает. Ведь умение убеждать требуется как на производстве, так и в продажах, в бизнесе. Или просто умение убеждать, например, собственного супруга или супругу в том, что в твоей точке зрения есть рациональное зерно. И что же такое, где важны soft skills? Ну, в первую очередь, конечно, важны в работе. Большая часть навыков, которые используются для достижения целей – это soft skills. Каждый раз на собеседовании задают HR-служба такие вопросы. Целеустремлены ли вы? И при этом, чем выше вы взбираетесь по карьерной лестнице, тем большую роль играют социальные навыки в жизни. В то время как профессиональные отходят на второй план. Представьте, когда вы были, ну или может быть сейчас кто-то на данный момент, являетесь простым исполнителем. Когда ваша задача – выполнять какую-то однотипную работу. При этом вы эксперт в этом. И все очень хорошо. Но как только вы становитесь руководителем, встает вопрос, что те навыки, узкоспециализированные, экспертность, например, в программировании, совершенно никак не помогают вам в общении между вами и вашими подчиненными. Вот вообще никак. И при этом те люди, которые пошли и находятся на сегодняшний момент у вас в подчинении, они совершенно разные. И к каждому из них нужно находить свой подход. То есть это уже не компьютер, куда заложил определенную программу, какой-то код, и все работает. И если даже, в общем-то, и программисты прекрасно знают, и системные администраторы, что в зависимости от вида компьютера тоже разный подход может быть. Но при этом это все hard skills. И получается, что чем выше пост, тем больше у вас подчиненных. И действительно, тем больше сотрудников. И в общем и целом именно сотрудники уже будут консультировать вас по всевозможным вопросам. При этом сам руководитель в большей части будет коммуницировать. Коммуникации, любые коммуникации. Это все относится к soft skills. То есть это мягкие навыки. Потому что никогда нельзя сказать, что я уже эксперт в коммуникациях. Потому что среда изменяется. Вот вы эксперт в своем коллективе. Потому что вы вместе давно работаете, допустим. И уже произошло деление ролей в команде. Все предсказуемы, знаете друг друга. Но как только вы попадаете в новый коллектив, вы каждый раз несколько обнуляетесь. Ну, может быть, не совсем. Но при этом чувство стресса дает вам вот это ощущение адреналина. И вам заново приходится учиться коммуницировать. Ведь всем известно, что любой человек, который поступил только на работу, ему дается испытательный срок. И не только для того, чтобы посмотреть, насколько развиты у него навыки hard, такие жесткие навыки. А еще и посмотреть, насколько он может, насколько он гибкий и может в новом коллективе наладить коммуникацию. Hard skills или твердые навыки. Это определенные технические навыки, которые связаны с той деятельностью, формализованной, да, с той деятельностью, в которой вы работаете. Будь то дело производства или логистика. Может быть, метод слепой печати. Может быть, управление автомобилем. Программирование и так далее. Так как данные навыки устойчивы, хорошо обозримы, измеримы, они входят в перечень требований, которые излагаются обычно в должностных инструкциях. Они легко подтверждаются раскладыванию на ряд простых и конечных операций. Это тоже можно понимать. И навыки в категории hard skills, они очень просты для наблюдения в повседневной жизни. Ну, например, пилот самолета, не задумываясь, расскажет последовательность действий по взлету и посадке. Просто будет некий алгоритм. И его инструкции будут схематичные, конкретные и последовательные. А при наличии практических занятий человек, обучающийся навыку из категории hard skills, способен довести приобретенное умение до автоматизма. И в дальнейшем применять его в повседневной практике. Следуя лишь четко установленной последовательности действий, или, как говорят, по шаблону. Итак, давайте еще посмотрим на таблички. Чем же отличаются soft skills от hard skills? Вот в целом, программные курсы, которые направлены на выработку и жестких, и мягких навыков, предполагают обязательное закрепление модели поведения в условиях ежедневного применения. Однако, любые программы, когда нам нужно формировать навыки soft skills, в обязательном порядке строятся по принципу последовательной отработки навыков при помощи упражнений и практических симуляций. Когда человек вынужден будет принимать самостоятельные решения. И только в этом случае они дают стабильный результат. Иначе, любое малейшее отклонение от схемы, любой нерассмотренной в предложенной готовой модели, вопрос мгновенно приводит обучающегося в замешательство. Очень тяжело психологию людей как-то перевести в алгоритм. Хотя я могу сказать, что все наши тренинги, которые мы делаем в Центре обучения специалистов, мы постарались вот эту психологию, психологию коммуникации, психологию отношений. И я как по первому образованию, как математик, для меня это тоже было важно перевести в некую модель, которая похожа на модель развития hard skills. Когда мы можем как-то отождествить, как же нам развиваться, как, например, управлять конфликтами. Какая последовательность должна быть? То есть то строение мозга. То есть мы должны понимать, почему у нас откуда-то берутся реакции и что такое акции, в чем этом разница. И вот действительно степень освоения навыков из категории soft skills очень сложно отследить, проверить, ну или наглядно продемонстрировать. Поэтому важно понимать, что soft skills нужно развивать постоянно. Еще и чем больше человек имеет вокруг себя разные коллективы или постоянно разных людей, тогда у него эти навыки гораздо быстрее отрабатываются. То есть человек, почему хороший коммуникатор, да, это человек, которого оценивают не по тому, когда он обучился, а по тому, какой у него опыт. И когда вы говорите, что вы коммуникабельны, вас на собеседовании, конечно, сразу же проверят, в каком ключе. И вам не будут давать какой-то тест, где есть какие-то ответы и будет, соответственно, итог какой-то. Хороший вы коммуникатор, либо вы не очень хороший коммуникатор. Просто в процессе разговора с вами будет все понятно. От того, как вы, смогли ли вы установить рапорт. Рапорт – это установка контакта. А умеете ли вы стать третьим человеком, когда рядом с вами есть два, например, сотрудника, который в конфликте? Сможете ли вы распределить правильно все ресурсы, используя, опять же, коммуникации? И сказав, например, своим подчиненным, почему они должны задержаться на работе и сказать не просто приказом, если у вас есть деньги, ресурсы для того, чтобы заплатить им больше, а сказать так, то есть проявить лидерство, сказать таким образом, чтобы за вами пошли. И ведь на самом деле освоение навыков soft skills всегда направлено на выработку способности видеть и различать множественность вот этих полутонов, вариантов ситуации. И если подытожить, то, в общем-то, мы должны понимать, что получится следующее. Hard skills – это компетентность, экспертиза. Вот тут можно дать конкретное задание или какой-то тест, и человек пройдет. А soft skills – это компетенции в ценностях. Что человек может считать, например, эмоции, эмоции, ценности человека. Да, а какой мотив? Вот узнать мотив человека, а это каждый руководитель должен уметь, это только soft skills. Если вы не натренировали свои зеркальные нейроны, вы не сможете отследить ту эмоцию, которую транслирует ваш подчиненный. И вы просто упустите тот момент, когда человек получил первого уровня демотивацию, и в нужное время не вызвали его и не поговорили с ним. Ведь soft skills – это, вы видите, релевантное действие поведенческих паттерн. Что это такое? Паттерн психология обозначает определенный набор, то есть шаблон поведенческих реакций или последовательности, как стереотип. Я еще это называю либо метапрограмма в коучинге, это называется, либо по-русски шоры. У каждой лошади, чтобы она добежала до цели, надевают такие шоры. Мы же не лошади, господа. Нам же важно понимать, что мы должны порой смотреть очень широко, потому что вокруг нас люди, и мы не бежим просто по дорожке, где никто нам не мешает. У нас так или иначе есть семья, у нас так или иначе есть сотрудники, есть люди, которые еще чего-то, в общем-то, от нас хотят. И soft skills, они очень критичны именно в долгосрочной перспективе. А hard skills – краткосрочный, здесь и сейчас. Конечно, именно поэтому hard skills обычно развивается, человек развивается гораздо быстрее, чем soft skills. Я здесь могу как раз привести, вот смотрите, hard skills – это такие знания на примере интеллекта. Многие знают такой показатель, как IQ. Так вот, IQ – такие жесткие навыки, наши знания, в основном, то есть формируются, глобально формируются на 99% до 18 лет. После 18 лет фактически мы только как пазлики чуть-чуть добавляем, но при этом глобально коэффициент IQ уже не изменяется. То есть так, чтобы в два-три раза увеличиться, пока нет, ученые не нашли такого человека, который бы вот так вот развивался. А вот soft skills, или, если говорить, это само развитие мягких навыков, или относящиеся к развитию эмоционального интеллекта, и такой курс у нас тоже есть. И вот это развитие эмоционального интеллекта – это за нашу приспосабливаемость. Ведь далеко не всегда у нас есть все ресурсы для того, чтобы добиться всего того, чего мы хотим. И если опираться только на то, что вот когда у нас есть эти ресурсы, мы тогда это сделаем, наверное, мы все бы стояли на месте. Фактически эволюция – это приспосабливаемость к тому миру. И благодаря навыкам soft skills, нашему эмоциональному интеллекту, мы летаем в космос, мы имеем сотовую связь, у нас есть все наши блага цивилизации. При этом, что важно, hard skills практически не подвержены обратному развитию, а вот soft skills в специфических условиях человек может деградировать. Ну, то есть, смотрите, если человек попадает на необитаемый остров и очень долго-долго не разговаривает, он может даже изучиться разговаривать. То есть, коммуникации, он будет заново учиться разговаривать, заново формировать словарный запас. Вот обратите внимание, если кто учил иностранный язык, например, даже вы в школе или в университете, его прекрасно знали. Но если вы не будете общаться какое-то время, вы фактически можете скатиться до уровня четвертого класса. И вот какие целая линейка тренингов в нашем центре soft skills имеется. Это маленькая часть, я просто сейчас глобально показываю. Это направление, где мы учимся, где мы развиваемся в искусстве убеждать. Это и ораторское мастерство, это и самопрезентация, лидерство. То есть, как показать, как сказать подчиненным или как сказать членам семьи. Наверное, заметили, я всегда говорю, как, как, как. Потому что, что мы говорим, очень легко научиться. Есть алгоритмы, как составлять свою речь. А вот как на ораторском мастерстве, например, постоянно такое затруднение у многих вызывает остановка голоса. Мы привыкли, у нас есть стереотипный голос. Мы выбираем две интонации и говорим только на этих двух интонациях по большей части. И взрослого человека просишь поиграть. А попробуйте сейчас сказать этот текст, как будто вы маленький ребенок. Или попробуйте сказать этот текст, как будто бы вам 80 лет. И вы знаете, мало кто это может сделать. Вот это актерское мастерство, это же сюда. Когда ты можешь примерить любую шапку. Когда ты можешь раздвинуть в рамки своей метапрограммы деловые коммуникации. Как без них? Любые коммуникации. Будь то ты сотрудник, который будет коммуницировать с клиентом. Либо ты клиент, который коммуницирует и что-то, например, покупает. Либо ты сотрудник, который коммуницирует с начальством и так далее. Все коммуникации. Управление отношениями. Управление конфликтами. Противодействие манипуляциям. Это сюда же. Ну и, конечно, личная эффективность и планирование времени. А что мне важнее всего? Что самое главное? Буквально сегодня курс, что называется, hard skills. Система сбалансированных показателей и разработка KPI. Но самый первый блок – это стратегия. Это стратегия, это стратегическое планирование. Планирование времени. Тоже практически всех в ступик ставят. Потому что начать мечтать на несколько поколений вперед в алгоритме не заложено. Мы же понимаем, что человек, например, в среднем живет 80 лет. А я прошу просто стратегировать, например, на 300 лет вперед. Все. И метапрограмма не дает... Как можно на 300 лет? А вот так стратегические цели, они ставятся в том числе. Гораздо дальше, может быть, не на 300, но на 100. То это однозначно вне рамок человеческой жизни. Одной я имею в виду. Итак, что же дает развитие soft skills? Я хочу выделить топ самых важных soft skills. Это самая мотивация. Вы знаете, вот это наличие мотивации выполнять работу, несмотря ни на что, и вот в самом лучшем виде, действительно это ценится на любом рабочем месте. Пройдя курс, например, тайм-менеджмент или коучинговый подход. Или даже... В курсе, как избавиться от волнения и страха. В общем-то, эта тема, знаете, так вот насквозь идет, когда вот эта самая мотивация, ты находишь, ради чего ты живешь. Зачем? Какая польза в тебе? Самоотождествление, кто ты? Второе – это положительное отношение к происходящему. К сожалению, у россиян по большей части отношение к... Что бы ни происходило, мы очень любим искать нечто негативное. И когда задаешь вопрос, вот что-то произошло, скажи, пожалуйста, а чему ты здесь научился? То есть что хорошего вот в этом происшествии? Ставит в тупик практически всех. А ведь это же урок. И если бы ты не попал в эту ситуацию, и, может быть, сейчас малой кровью ты решишь это, ты бы мог попасть гораздо серьезнее. Поэтому вот эта возможность видеть положительное во всем, что бы ни происходило, это тоже навыки soft skills. Что еще? Хорошие коммуникативные навыки. Я уже об этом много говорила. Я уже говорила, да, это умение наводить мосты с коллегами, с клиентами. Умение выяснить таким образом, чтобы действительно и тебе было хорошо, и людям общаться с тобой было приятно. Они перебегали на другую сторону улицы, когда видят вас. Умение все делать вовремя и в срок. То есть вот это умение расставлять приоритеты. И еще и работать над проектами одновременно. Тоже soft skills. Попробуйте сами использовать рабочее время. На сегодняшний момент огромное количество людей работает на удалении или на хоум-офисе. И там никто не будет вам выстраивать ваш рабочий день. Что еще? Это умение решать проблемы. Вот это вот найтись и творчески решить те вопросы, которые возникают, в общем-то, неизбежно каждый день. Набрать, взять на себя ответственность, взять на себя смелость, не перекладывать ответственность на других, а взять это на себя. И если даже конфликт, пойти, и, как говорят русские, разрулить этот конфликт. Это уже soft skills. Умение работать в команде. Вы знаете, конечно, очень достаточно просто ответственным быть только за свой формат работы. Вот есть я, есть моя работа, и, в общем-то, все хорошо. А ты попробуй, когда не все ты можешь сделать один, взять на себя функции лидера и научиться работать и управлять командой в том числе. Тоже важный навык. Уверенность в себе. Это возможность дать себе обратную связь. А какой я? Вот это вот возможности, что быть свободным от оценки, по крайней мере, эмоционально, и любую оценку воспринимать, даже если это негативная оценка, воспринимать ее как некий путь, как другая сторона Луны, но это тоже все. Умение принимать критику и учиться, анализируя сказанное. Не бросаться с кулаками на человека, если он вас покритиковал. Или не потом пить таблетки какие-то успокоительные, о, боже мой, меня поругали. Именно эта открытость к изменениям на уровне личности, в общем-то, дает возможность расти в карьере в том числе. Гибкость. Вы знаете, вот это умение адаптироваться к обстоятельствам действительно творит чудеса. Потому что если вы гибкий, то есть вы можете расширять свой уровень зрения, то есть свой паттерн, как вы будете действовать в зависимости от той среды, в которой вы находитесь. Ведь если вы привыкли постоянно на всех кричать, а потом попадаете в серу какую-то, в коллектив, где и так все хорошо слышат, зачем там кричать, нужно же измениться. И наоборот. Ну и десятый – это определенная стрессоустойчивость. У нас есть курс стресс-менеджмент в том числе, где мы прорабатываем все эти моменты. Умение хорошо работать под давлением, умение справиться со своим внутренним стрессом и при этом использовать этот стресс как ресурс. Это наличие способности делать работу хорошо, невзирая на давление обстоятельств, одно из самых ценных качеств обычно на собеседовании. Поэтому просто сейчас ответьте на вопрос, а нужно ли вам развитие soft skills? Как я и обещала, я хочу с вами попрактиковаться. Я сейчас попрошу вас взять листочек, ручку и нарисовать 4 квадрата. В серединке вот так оставить круг. Не обязательно желтенький, просто. И что я вас сейчас попрошу сделать? Это упражнение, в нем можно проанализировать свои личностные особенности. Вот как раз сделать первый шаг на пути формирования положительного отношения к себе и принятия себя таким, как вы есть. И кроме того, это упражнение способствует развитию и поддержанию толерантности в отношении к окружающим. Итак, вы видите уже в первом пункте. Напишите, пожалуйста, три ваших качества, которые вам нравятся и которые вы считаете положительными. Может быть, находчивый, надежный, я не знаю, да, вот там, может быть, это умею по-настоящему дружить или всегда довожу начатое до конца. Все что угодно. Всего три качества, которые вам нравятся в себе. А теперь заполните квадрат три, то есть под единичкой, третий. Напишите там три качества, которые вам не нравятся, и вы считаете их негативными. Вот пишите прям искренне, достаточно искренне, потому что, в общем-то, никто этого не узнает, даже я, что вы там написали. Три качества, которые вам не нравятся, которые вы считаете негативными. Лично ваши качества я имею в виду. А теперь внимательно посмотрите на качества, которые вы записали в квадрате три и переформулируйте их так, чтобы они стали выглядеть как положительные. Как это сделать? Вы можете представить, как эти качества назвал бы человек, который вас очень-очень сильно любит. и которому у вас нравится все. И вот эти переформулированные качества, запишите их в квадрате номер два. Итак, все, что написано в квадрате номер три, негативные, негативные качества ваши, переформулируйте в позитивные и запишите их в квадрат номер два. Как пример, один из слушателей мне очное, мы это упражнение делаем в одном из тренингов, в третьем окошке он написал «Скряга». то есть ему говорят, что он очень жадный, вот он написал себе «Скряга». И он это переформулировал во второй квадрат с позиции «домовитый». То есть посмотрите, разница «Скряга» такой негативный, да, как раз, а «домовитый» уже гораздо позитивнее. Я надеюсь, что вы записали. И после того, как вы записали в квадрат номер два, теперь представьте, что вас кто-то очень не любит, вот может быть даже ненавидит, и поэтому даже ваши положительные качества он воспринимает как отрицательные. Посмотрите на качества, которые вы записали в квадрате номер один и переформулируйте их в негативный, то есть с точки зрения вашего врага и запишите их в квадрате номер четыре. Все, что записано у вас в квадрате номер один, качество, которое вам нравится в себе, с точки зрения вашего врага, запишем их в квадрат номер четыре. Если у вас качество, которое нравится в себе, это якому не кабельнее с точки зрения врага. Ну, это может быть даже шутливая какая-то форма, такая злая шутка, балабол. Знаете, что-то в этом роде. У каждого свое. А теперь, когда все квадраты заполнены, прикройте ладонью квадраты три и четыре, то есть нижнюю часть этого листа прикройте и посмотрите на квадраты один и два. Смотрите, какой замечательный человек получился. А теперь наоборот. Закройте ладонью квадраты один и два и посмотрите на квадраты четыре. Жуткая картина, да? Ведь с таким человеком никто не хочет даже общаться. А теперь уберите ладони с этого и посмотрите на целый лист. Ведь на самом деле вы описали одни и те же качества. И это все вы сами. Только с двух точек зрения. С точки зрения друга и с точки зрения врага. Вот в этом круге, в серединке, на пересечении всех квадрантов напишите крупную букву Я. Потому что это все вы. Только с разных точек зрения. Как ощущения? Я думаю, что порой нужно это даже осмыслить. Ну, еще хочу вам дать такой шуточный вопрос от Дигмата Фрейга. Восемь вопросов. И я попрошу тоже сейчас просто на чистом листе после каждого вопроса писать свой ответ. Коротко. Такое самоосознание. Как же вы себя ведете обычно? Ну что ж. Первое. Вы всматриваетесь в море. Это просто закройте сейчас глаза. Представьте, вы всматриваетесь в море. И у каждого оно свое. Море. У кого-то бушующее, штормящее. А у кого-то тихое, спокойное. Вот так вот вдаль-вдаль. То есть вы видите только море. И какие у вас при этом чувства, мысли или ассоциации? Напишите это. Второй вопрос. Вы идете по лесу и смотрите под ноги. Какие у вас мысли, чувства, ассоциации? Третий вопрос. Вы видите полет чаек. То есть много-много чаек, и они летят. И какие у вас ассоциации в этот момент? Какие чувства, мысли? Четвертое. Вы видите табун лошадей. То же самое в вашей ассоциации, чувства, мысли. Пятое. В пустыне стена с маленьким отверстием, за которым оазин. Что вы будете делать? Шестое. Вы уставший путник в пустыне и вдруг по дороге видите кувшин с водой. Каковы ваши действия? Седьмое. Вы заблудились в лесу. Уже вечер. Вы увидели дом и свет в окне. Ваши действия? И завершающий вопрос. Вы в тумане. Сильный-сильный туман. Ваши действия? Что вы будете делать? А теперь результаты. Смотрите на свои ответы и смотрите результаты. Ответ номер один. Это ваше отношение к жизни, эмоции, ощущениям. Второй. Это ваше отношение к семье. Третий ответ. Это ваше отношение к женщинам. Четвертый. Это ваше отношение к мужчинам. Пятый. Это ваша основная жизненная стратегия достижения цели. То есть каким образом, каким способом решаете свои проблемы? Кто-то стену обойдет, значит, вы обходите препятствие. Кто-то через нее полезет. Кто-то в эту дырочку начнет подсматривать просто, смотреть, что там будет происходить. Кто-то будет разламывать эту дырочку и делать ее такой, чтобы можно было пролезть. У каждого это свое. Шестое. Это ваша сексуальная избирательность. Так вы выбираете партнера. Разные модификации я видела, слышала. Например, понюху. Да, наверное, это так. Седьмое. Это ваша готовность к замужеству и женили. И восьмое. Там, где туман, это ваши отношения к смерти. Конечно, это психологический тест. И я говорила, что он шуточный. Мы четко понимаем, что в каждой шутке есть только доля шутки. И я надеюсь, что я хоть немножко приоткрыла вам, может быть, для кого-то тайну, а может быть, не тайну. И что интересно, вы уже можете пройти из тренингов «Сусси-силс» уже буквально в декабре-январе. 18 декабря у нас будет курс «Как-то бороться волнение» и сбросить от страха. И неважно, какой он страх. Страх собеседований или страх экзаменов. Любой страх. На самом деле он преодолим. От страха бесполезно бежать. Нужно идти только на него. И тоже будет ряд очень хороших практик. С удовольствием вас приглашаем в наш центр. Тайм-менеджмент. Вот уже совсем скоро, 8 декабря. Стресс-менеджмент 14 января. Противодействие манипуляциям. И вы будете точно знать, а как же все-таки противодействовать тем манипуляциям и манипуляторам. И ораторское искусство, на котором вы сможете действительно вести за собой. Вы сможете преодолеть страх публичных выступлений. А самое главное – получить очень позитивный заряд той энергии, которая всегда есть на тренингах собственных.